Хочу и буду. Первое издание называется «Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». Всё сразу. Он обещает, что после прочтения его книги вы будете принимать себя, любить жизнь и стать счастливым. Ни разу не видела человека, у которого было это всё сразу вместе. И думаю, что достичь вот этого состояния практически невозможно без приёма каких-то запрещенных веществ. Вот. Ну, дальше. А есть? Есть. Я чуть-чуть расскажу об авторе. У него 35 лет практики. Он считает себя психологом-практиком. И это заметно по тексту книги, потому что на академичность она абсолютно не претендует. Там очень-очень упрощенный язык. Он ведёт передачи на телевидении, на радио. У него есть канал на YouTube. Он называет себя автором собственных уникальных методик, которые помогут полюбить себя, жизнь и других людей. У него 4 миллиона подписчиков в Instagram. Ну, что-то довольно такая внушительная цифра. Он известен ещё тем, что он собирает залы на публичные консультации. То есть он что-то там рассказывает. И к микрофону выстраивается просто череда женщин, которые жаждут задать ему свой вопрос. И жаждут, вернее, не задать вопрос, а услышать ответ, который, конечно же, наладит их жизнь просто сразу же. И тираж книги – это, оказывается, более 1 миллиона «Хочу и буду». То есть она прямо очень популярная. В профессиональном сообществе его вообще недолюбливают, мягко говоря, и обвиняют при иммунитизации психология. Потому что, ну, я считаю, что те советы, условно, которые он даёт в книге, они, ну, не работают в реальной ситуации. Я не знаю, насколько у него вообще практическая... Он вообще не учился ни одному психотерапевтическому подходу. А если психолог хочет консультировать людей, это вообще важно. Он работал в израильской школе, ну, вот как психолог в школе. В общем, он неизвестен какими-то научными публикациями. Но он крутой шумен, и, ну, в этом я его в чём-то уважаю, что он вот так себя сделал, что его книга продалась аж миллион раз. Вот. Сколько раз он выукралась? Да, ещё не надо спросить. Ну, и, в принципе, такой пойнт важный, что если бы вообще был какой-то доказанный исследованиями метод, либо книга, которая даёт там результат всеми каждому за одну встречу или за одно прочтение, то наука об этом бы знала. Но наука не знает таких методов, прям универсальных, которые дают результат очень быстро, и нет таких книг. И, ну, в основном это маркетинг. И многие книги по саморазвитию, по мотивации, вообще марафоны, ну, которые есть там в психологической среде, они построены на том, что они дают такую надежду человеку, сладкую надежду, что он может изменить всё очень быстро, и нужна только мотивация. Ну, то есть, исключают какие-то ограничения, исключают какую-то индивидуальность. Вот ты, главное, это пройди, прочитай, и вообще всё у тебя будет, прям всё. Потому что Лобковский рассматривает там разные сферы и работу, и отношения, и детей. Ну, и, в принципе, там «хочу и буду» — вот это, ну, главный его поинт. Основная идея этой книги, он вводит шесть правил, чтобы быть счастливым. Первое правило — это делать только то, что хотите. И я могу сказать, что это невозможно, ну, потому что взрослых людей есть достаточно много обязательств, и не всегда люди хотят их исполнять, но это нужно. Например, ипотека, например, ну, есть ещё ответственность за детей, нужно, например, какие-то там бумаги заполнять. Вот мы сюда мигрировали, нужно было кучу бумаг заполнять. Я скажу, что я не хочу это делать, ну, блин, я знаю, вижу смысл в этом, поэтому, ну, я это делаю. И, ну, этот совет, он, ну, такой не очень вяжется с реальностью просто. Второй совет, он как-то раскрывает в порядке книги, ну, вот это понимание. Он же наверняка даёт себе отчёт в том, что, ну, скажем, дурак, и не совсем дно, наверное, и он понимает, что мы иногда... Ну, хочется делать то, чего мы не хотим. Он там рассматривает с такой стороны, что почему люди не делают то, что хотят, больше вот в этом ракурсе. И он говорит о том, что, ну, там, посредством советского воспитания, говорили, как должно, как нужно, люди не знают, что они хотят, и в этом, в принципе, я согласна. И он говорит, что готов даже там жертвовать деньгами, жертвовать много чем, ну, лишь бы... Привет. Делать то, что он хочет. Ну, то есть он не совсем... Не совсем увязывает с реальностью. Я бы так сказала. Может быть, это просто сложно придумать такую картину мира, в которой он живёт. Ну, просто он живёт чуть получше, скорее всего, чем... Да, причём. Если эстетический человек. Ну, извините. Семигран. Семигран, сыгран. Семигран. Их, дети. Может быть, он... Мне кажется, что он, наверное... Вот ты раскрыл немножко, как же он будет. И... Мне кажется, что он слово только сюда добавил, для того, чтобы усилить. На самом деле, не вы делаете только то, что вы хотите. Вы, наверное, делаете максимум то, что вы хотите. Вот так. Да. Ну, именно формулировка такая. Делать только то, что хотите. Ну, а что тогда делать с тем, что есть то, что я не хочу сделать? Ну, по каким-то причинам, ну, это нужно сделать. Я могу подвести. Извини. Можно научить себя хотеть. Вот, да. Я согласен. Ну, просто только... Хотеть чего? Делать то, что ты не хочешь? Да. Любить, что с ним не хочет. Не, что родим мы надо. Типа, мне надо сделать. А я хочу заполнить эти скучные документы, потому что я хочу... Мне больше тут нравится формулировка «вижу в этом смысл». Не потому что... Вот вижу в этом смысл. Хороший вариант. Но вижу смысл, опять, из советского воспитания, это рационализация. Мне просто кажется, что вот по поводу «делайте то, что хотите», вопрос в том, что у тебя есть энергия, действительно чистая энергия, которая есть в каждом из нас, на то, что мы действительно искренне хотим делать. Да, да. Какого индивида... Ну, с этим не поспоришь условно. Можно так попробовать. Но... Провокативная, безусловно, формулировочка. Ну, что твое желание еще зависит от степени образованности, не знаю, жизненного опыта. Скорее, осознанности. Да, осознанности. Он тоже про это говорит, что люди просто не понимают, что они хотят. Они как-то живут по каким-то шаблонам, стандартам. Ну, чтобы вообще понимать, что ты хочешь, ну, некоторым людям нужна какая-то глубокая работа личностная. Потому что не у всех. Не некоторым, а все. Или попробовать. Может быть, я хочу играть на виолончели. Но чем-то вы знаете, я не пробовала бы мне на осознанности. На виолончели прямо. Может, я тебя стараюсь говорить попробовать? Скорее, вот, например, вот у меня, я чувствую какой-то интерес к игре на виолончели. Типа, давай-ка я попробую. Ну, все равно ты начинаешь что-то ощущать в этом плане. А он описывает, да, что многие люди не понимают то, что хотят. И, кстати, меня согласны. Меня очень забавляет в этом во всем, когда мы знаем, что мы хотим, но мы себя убеждаем, что нам это не нужно. Это вот очень распространенное, как раз тоже, мне кажется, из-за воспитания этой штуки. Да. Типа, нет, нет, не хочешь. Ну, светлый, знаю, чего ты там. Перехочешь. Перехочешь. Да, обычно она так и формулирует. Я-то мама заговорила. Моя тоже. Да, все. Моя моя мама. Нет, только в сумму. Элективная мама. Да, да. Моя мама говорила, я тоже хочу, но молчу. Вот, еще такая может быть формулировка. Что, мы всегда хотим рубить за два времени. Какое-таки наслаждение, выставка и ход. Давайте, может... Опасно, совет хороший. Опасно, совет хороший. Опасно, если вы возьмете каждый раз, там не делайте то, что вы не хотите. Поехали. Я даже на втором особо не хочу останавливаться, потому что он автоматически вытекает из первого. Не знаю, в чем он в одежду правила. А я, наоборот, ответила для себя именно второе правило, когда читала книгу. Да, почему? Как раз таки к первому вопросике, который мы сейчас обсуждали. А второе, не делайте то, чего не хотите, как будто показалось мне ценным. Потому что ты выбираешь... Ну, вот эта вот сила выбора, она больше для меня проявляется именно во втором. То есть, для меня есть что-то, что вот я не хочу делать, да, мне сложно это признать, как раз таки, потому что там мама говорила, еще там что-то, но вот это вот не делайте то, что не хотите, как будто бы больше смысла именно поэтому имеете, что как бы я могу это признать. Я имею право признать, что я это не хочу, и я не буду этого делать. Ну да, у меня, конечно, это хорошее начало, чтобы не сразу понять, что я хочу, хотя бы понять, что я не хочу. Да, 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 вот я с вами молчу. Да, да, да. Как-то... Ну да, к тому же, может быть. Суметь, первый проект. Ну, интересное замечание, потому что я его как сразу отбросила, типа, что за фигня, тут же первое есть. Вот. Ну, правда, может быть, в этом что-то есть. Вот. Третий пункт. Говорите сразу о том, что вам не нравится. Вообще, говорить о том, что не нравится, ну, посылок хороший, в общем-то, для отношений любых. Но нужно понимать местность. Если, например, ну, мой муж, например, в пипе сидит, да, и я к нему в этот момент подойду и скажу, что ты свои носки раскидал. Но, наверное, это как бы не будет хорошо никому под таком. Соксимов-то я говорю, я так делаю. А он читает. Вот, спасибо, спасибо, он шарит экраны, делает бред. Это пупарчик такой. Я с командой так делаю, когда мы кого-то обсираем из круга людей, которые смотрят демо, и там всплывается общение, или мы там шутки случаем, это очень комичное. Но сразу тем становится интереснее. Сать, я сказал, надо брать носки и выбрасывать, чтобы потом он искал, где носки, я не знаю, и потом он поймет, да, нет. А, на самом деле мне нравятся сати, да, лень, я просто смотрю, мне думают, что он упал на носки. Просто это фактически, 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 то же самое, но для мальчиков просто. Я ввел, куда одеваешься носки, думаю. Может, здесь и бокс для носков. В общем-то, немножко, прости, говорить сразу, что не нравится. Ну, немножко такая детская, типа, сейчас не нравится, сейчас говорю. Наверное, ну, как-то стоит свериться с реальностью вообще, там, уместно, неуместно. А как он, как нам эти книги, все это, вот, к чему она-то, для чего это, по-моему, смысл этого, говорите, что мне не нравится. Вот, там, на первом слайде. Он говорит, что для отношений это важно, потому что, вот, там, люди копят-копят, а потом просто хлоп, там, и расходятся, типа, про разрыв. А если не имеют отношения, там, с Кириллом, который опоздал, вот, мне не нравится, что это. Ну, вот, зачем он мне это говорит? Ну, да. Мне нравится то, что я опоздал уже, не говорили, что это же последний опоздал. Последний опоздал. Слушай, а я, слушаю, мне кажется, что вот к этой празднике, может быть, не стоит относиться прямо вот, как она написана, так и относится. Типа, говорите сразу, это не означает, что говорить сию секунду, да, это означает, что не накапливайте большое количество недосказанного, чтобы это потом не вылилось на голову мешком говна, извините. Да, но, видишь, у него все-таки продуктивная фраза, говорит, только, сразу, говорите. Он не говорит, что, блин, не пишет свои книги, ребята, как, посмотрите вообще, что вокруг происходит, уместно это или нет, там, сайт несите, ну, как-то. Давайте отвечу про твои отношения, ну, как бы, отношения ты, возможно, рассматриваешь только в плане, ну, каких-то романтических, у тебя же есть отношения рабочие, отношения с ребенком, отношения с каким-то дружеским, это тоже все отношения, и в них тоже может что-то все время не нравится. Нет, ну, потому я не знаю, если я не знаю, что в магазине что-то не так сделаю, я понимаю, что это фраза, что, типа, мне не нравится, что ты так сделала, она ничем в моей жизни не изменит, мне зачем. Ну, мне кажется, что это все-таки, да, какие-то, вот, сильно вот, да, есть отношения в плане того, что вы с этими людьми общаетесь, то, что я пришла измерить, а в продавщица, который в первый и последний раз, ну, как бы, Сразу не нравится, а потом еще попробуешь несколько раз, не нравится, не нравится. Я не знаю, мне когда читала эту книгу, казалось, что посыл был в том, что там, скажи, если тебе что-то не нравится сразу, они через пять лет вспомнят, а ты помнишь, ты тогда сказал ну так, мне это было неприятно, Человек уже не в контексте, уже не помнит, еще чуть-чуть, когда он вообще говорил, ну, то есть там тоже посыл немножко был в другое, мне кажется. Не копить, мне кажется. Не копить, обид, вот, каких-то, да, там, претензий. Так я говорю, я согласна с понтом, что нужно не копить, но говорить прямо сразу, ну, то есть я пытаюсь... Ну, это уже не дословно, все, вот, вот, ну, не так дословно, мне кажется. Ну, я читаю те слова, которые я вижу, поэтому вот я и так рассматриваю. Четвертый пункт, не отвечайте, если не спрашивать, мне кажется, тут противоречие с первым, ну, а вдруг, если я хочу ответить, когда меня не спрашивают, то почему бы нет, может, мне хочется до себя признавать, как-то, вот. Пятый пункт, отвечайте только на заданный вопрос, опять, мне кажется, противоречие с первым, вдруг я еще хочу на какой-то сторонний вопрос ответить. Это просто зеркальное отражение четвертого пункта. Ну, да, ну, они как регулируются. А мне кажется, четыре-пять, это, знаете, такое изображение, советую, сам себе посоветуй. Конечно. Когда тебя не спросили, а ты такой, знаешь, что я думаю, вообще-то, ну, как бы, тебя не спрашивали, может быть, стоит подумать, нужно ли кому-то твой вот этот... Не, ну, если бы все время только будешь думать, нужен ли кто-то кому-то мой ответ, мое мнение, можно так промолчать, как бы. А иногда же, ну, если это местно, почему бы не выразить свое мнение? Ну, если это тебя напрямую не касается, если там, это, условно, не то, что пункт три тебе не нравится, а это касается другого человека, то... Ну, я согласна, что, да, типа, раздавать советы, ну, такая не очень история. Я бы вот, я еще разговаривала, у меня вот, странно, жизнь гложет в этом меня, что если есть третий пункт, это говорите, что вам не нравится. Почему не такой пункт, это говорите, что вам нравится? Это же вот гораздо более позитивная установка. Ну, потому что, наверное, это возрождает больше всего проблем и напряжение. Ну, потому что говорить то, что нравится, это никаких сложностей не вызывает. А, кстати, на самом деле, сложностей не вызывает. На самом деле, есть в этом... Ну, сейчас как ты говоришь, комплименты... Ну, скорее, это социально более одобряемо, чем говорить то, что не нравится. Это скорее о том, чтобы не сломать то, что есть. Потому что, если ты вдруг внутри себя накопишь чего-то хорошего к человеку, и подойдешь и скажешь, там, не знаю, там, блин, я так давно тебе хотел сказать, там, не знаю, ты делаешь это все лучше всех, там, я не знаю, если ты такая... Человек... Это... Это... Так нет, мы сейчас говорим о хорошем и противоположном, а не о плохом. То есть, если ты накопишь себе кучу хорошего, и придешь и вылезешь это на человека, человек, я не думаю, что он от тебя отвернется. А вот если ты придешь и вылезешь на человека накопленную кучу хлама, который, как бы, там, вот ты опаздываешь, там, ты еще что-то такое, ну, как бы, и вот это вот все приведет просто к взрыву. Ну, так. Дело в том, что хорошая не так долго задерживается внутри. Нам накапливается как раз то, что мне нравится, а то, что хорошее, это произошло, но и сложно. Дело в том, что ты обогащаешь себя счастьем, когда ты, ну, вот, делаешь такие хорошие вещи, то есть, как будто бы здесь больше про борьбу с несчастьями, чем про обогащение чем-то хорошим. Нет, мне кажется, это способ стать ближе. Вот мне нравится определение конфликта, конфликт это способ стать ближе друг к другу. Когда ты говоришь другому человеку, что тебе не нравится, ты, как бы, показываешь свои подребности и говоришь, ну, и так нельзя, например, я так не хочу. И другой человек, может быть, вообще не в курсе о том, что там хочешь, что тебе нравится, не нравится. И это, скорее, ну, способ быть ближе, быть более ясными друг до друга. Потому что если сидеть только так все улыбаться, все так красиво, вдруг там столько напряжений, типа, столько уже вообще вопросов внутренних, ну, как бы, оно все равно где-то прорвет через какое-то время. Ну, тут, мне кажется, все пункты именно только, как бы, фокус идут на тебя, что если ты что-то плохое копишь тебе, то это разрушает тебя, если ты хорошего копишь, то это, как бы, тебя особо не разрушает. Ну, они тут не разрушают. Это как раз твои слова подтверждают мою мысль, потому что, типа, здесь борьба с разрушением, а можно же через наполнение хорошим. Ну, можно не только нас, мне кажется, это были другие правила. Хорушение не получится копить в этом проблема. Хорошее ты ощущаешь от того, что тебя ширяет организм каким-нибудь фамином условным, и ты не можешь длить это вечно. А вот негативные эмоции, они осаживаются в организме в виде зажимов, и их мы несем с собой, ну, нормально. Некоторые мои виды, как и с вами. Ну, я просто не знаю, что ты делаешь с тем, что... Нет, а что ты что-то делаешь? А что? Вы на теле? Вы на теле? Смотри, я потом про нее буду рассказывать. Все, инфринципы, в шесть оттавляет. Ну, поехали. А что делать с тем, что тебе что-то не нравится, ты же не можешь это игнорировать? Ну, и куда это девать? Нет, я не говорю, что... Типа, я не отрицала фунт говорить о том, что не нравится. Я просто... Мне не хватает поцеловеческих фунтов, потому что... Так, здесь же есть первый второй пункт, который, типа, делайте то, что хотите, потому что это, скорее всего, получает вас позитивно. Так, здесь есть еще один пункт. Какой фунт? Ну, а ты Лизья? Мне делать с чего не нравится? Ну, кстати, мне кажется, хороший пункт говорит о том, что нравится. Это тоже делает как-то ближе к друг другу. А то, может, не знаю, мне вот нравится, я говорю, как ты пишешь, да, я тебе взяла, ты Варя и сказала, ты классно пишешь посты. А так бы я думала... Ну, потому что это же правда. Да, да. Я не рекомендую. А так бы я просто нравилась, мне Ксюша такая классная, ты так пишешь посты, и такая молчала бы не говорила. Ну, типа, не лук какая-то. Это со мной твой комплимент, он вот меня дареется, понимаешь? Спасибо. Ой, мы такие сейчас ласки. Но по-сторонному человеку ты не сразу сделаешь комплимент, за чем он будет сидеть и думать, что он от меня хочет. Не знаю. Я это не дарела. Я замечала, что мне делают. В гречанке. Да, в России. Ну, типа, там даже тебе человек идет улыбаться, и ты такой, господи, чё себе на? Я вроде умывалась. Ну, типа, это, ну, подкорки у нас, это нужно перестраивать, с этим можно как-то взаимодействовать, но... Мне кажется, это какая-то особенность менталитета. Особенность менталитета. То, что на улице я вот гречанок, когда встречаю, они могут вообще вот на переходе сказать, оу, типа, у тебя классный цвет волос. Да, 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 да. Вот. Кто-то про какой-то сказал. Про обувь. Ну, я не могу про собаку. Я буду не кричать. Про собаку у них отдельная тема. Их с собаками зелено тоже нет. Нет, не сказать про собаку. Ну, да, я вспомнила случай. Когда-то я в Питере ехала в бизнес-центр лифте, я сказала девушке, что у нее классная юбка. Ну, она такая, ааа, прям как-то расцвела, она такая, так приятно слышать комплимент от женщины. Я подумала, видимо, это как-то от мужчины, ну, может, как стандартно воспринимается, а когда женщина, женщина, это просто, да, вон. Потому что от женщин у тебя нет интереса. Ну, типа, твой комплимент? Это труп. Идея от женщин и нет интереса. А, спасибо. По катку, да. От вершины мужчины классно. Может, книги вверх по всей жизни? Да, по всей жизни. А? По презентации. У меня есть, да. Если по времени и ограничения, то могу стыднуться. Да, я просто думаю, что, может быть, после этого дослушаем до конца, а потом уже будем обсуждать, а не походу. А то так, возможно, мы оттуда не захватим. Ну да, мы сейчас идем. Да, мы сейчас идем. Да, быстрее туда пройду. Промокративно. Не-не. Вот мое мнение по этим правилам, что у каждого человека они свои, и вообще клево бы их вывести, что делает конкретно вас счастливыми. Вот. Это мемчик. Это Тони Роббинс. Известный такой американский мотиватор. Вот. И мне показали, что правила, которые написал Лобковский, они вот как-то соотносятся с этим мемом. Так. Разделай из книги. Делай, что хочешь. И вот зелененький я увидела то, что мне нравится, а вот розовый то, что мне не очень нравится. Вот. И мы уже обсуждали это немножко, почему людям сложно жить в соответствии с своими желаниями. Это вот пишет Лобковский. Я с этим согласна. Потому что они не знают, что хотят. Думают, что это невозможно. Боятся расплаты за свои желания. Боятся выглядеть эгоистами. Или просто не хотят на что менять. Вот. Но у него есть там такая фраза, что принимайте решение в свою пользу, но не в ущерб окружающим. Но я хочу привести пример, что иногда это бывает невозможно. Например, если молодой человек хочет там, не знаю, сепарироваться от матери, и он, например, забирает ключи от своей квартиры, чтобы она к ним больше не приезжала на любой момент. То в его это будет в пользу, да, решение. Но сказать, что ущерба маме он не несет, ну, такого психологического, это не так. Ну, и есть какие-то решения в жизни, которые, ну, вот, нужны тебе, правда, но окружающие будут от них, ну, не в восторге. Например, если ты с работы увольняешься, ты, там, можешь как-то подвести своих коллег, там, команду. Да, это будет для них какой-то ущерб, ну, для тебя это будет, ну, такое важное решение. Ну, они, наверное, платили мне, да, за то, что я работаю. Теперь я увижу, они мне не платят. Но все, честно, трудовые отношения заключились. Ну, вроде как. Ну, то есть... Ну, формально, наверное, да. Это то, что я нашел для себя лучшее место, как будто бы странно, а руководитель, который не может идти на замену мне, тоже как будто бы тоже странно. Нет, я не про вину, а про то, что, ну, какой-то ущерб все-таки есть. Ну, иногда сложно принять такое решение, чтобы вин-вин было. Вроде бы. А если ты был токсиком в команде, столько рад, что ты был. Ну, такой вин-вин довольно-таки. Все рады. Вин-вин. Я и говорю, что не всегда так. Иногда бывают ситуации, когда это не в... ну, никак не вовремя делать. Надо, короче, вот когда ты решил увольняться, надо становиться в голову, чтобы они не рады. На экране нельзя увольняться, ребята. Да-да-да, у нас еще два года мысли об этом не должно быть. Да. Полтора. Полтора. Это человек, который считает. Так, и он считает, что если вы хороший человек, что ваше желание создают проблем ни вам, ни другим. Ну, я не знаю, что такое концепция. Вообще, хороший человек. Не очень она профессиональная. Ну, и вообще, это какая-то немножко из области магического мышления. Если ты хороший, то ты никому вообще проблем не принесешь. Ну, Флак, он не убийца, не маньяк, не вор. Что такое. А хороший ты что? А хороший? Ну, если ты хороший человек. Это нормально. Это нормально. Такая поддержка мощная. Так, он еще пишет про тревогу. Что-то плохое не будет. Ну, его, как бы, вот этот алгоритм, как с тревогой справляться. Остановитесь, попробуйте точно выяснить, что именно вас пугает. Ну, часто бывает это нереально, когда если человек испытывает паническую атаку, например, у него там кружится голова, становятся ватными ноги, учащается пульс, то ему вот в этом состоянии, ну, что именно пугает, ну, вообще нереально практически осознать. Соразмерить свою тревожную реакцию с реальными опасностями. Даже если ты можешь соразмерить, что да, вообще-то ничего страшного не происходит, но тревога, ну, продолжает фигачить, даже словно в теле, и такие ощущения, ну, очень сложные. И он предлагает оценить адекватность этой реакции, исходя из этого действуйте дальше. Не поясняет только, как именно действовать дальше. Ну, я скажу, что такая схема вообще не работает, потому что часто панические атаки, они случаются из-за того, что какая-то область важная, например, в сфере отношений, ну, любых, она вытесняется. Ну, например, не осознается. Например, ну, что-то там, не знаю, не нравится тебе каждые выходные пиздить бабушке и ей помогать там, что-нибудь делать, не знаю, пить пирожки. Вот. И, ну, ты как бы не хочешь бабушку обидеть, а ты продолжаешь делать. Ну, это так сейчас очень упрощенно, я так говорю. Вот. И какая-то вот эта часть, ну, неосознавание, что тебе вообще-то это не нравится, ты себя как-то насилуешь каждый раз, она может потом проявиться, ну, в какой-то такой, в тревожном состоянии, непонятно из-за чего. А прямо сказать, что это можно осознать вот так вот, ну, очень сложно. Потому что во время войны, ну, например, у меня были очень тревожные состояния, я понимала, что они не соответствуют, ну, реальной опасности, что бомбы тут не падают. Но мне было прямо очень плохо. Мне кажется, ты немножечко путаешь тревогу и вот то, что ты описываешь. То, что ты описываешь, это более глубокие состояния, с которыми действительно не выйти просто так. Ну, там нужно хотя бы… Ну, да. Хотя бы там техники витания… Ну, тревога – это основной компонент из этих состояний. Вот, если она в чистом виде, то, наверное, то, что она описывает, возможно. Но если испытывать вот то, что ты описывала, типа, панические атаки, у меня просто они бывают там несколько раз и однозначно все это не работает. Ну, типа, ты ничего с этим не сделаешь. Ты просто вот наслаждайся. На самом деле даже и про тревогу, если она какая-нибудь затяжная, вот это очень сложно. То есть ты даже уже можешь ее осознавать, но и уже понимаешь, что это несоразмерно. Ну, ну, вот действовать дальше… Ну, да, действовать дальше. Ничего. Мне кажется, что в принципе это про тревогу. С тревогой работать с помощью книг. Это как-то… С помощью гусарнии. С помощью действий дальше. То есть вот четко написано. Ты будешь вот этим лечиться. Надеюсь, не буду хепить и про тревогу, кстати. Ну да, хотя бы написал бы там… Душите по квадрату. Переключайтесь на внешние там ощущения. Это ну каких-то хотя бы алгоритм, которые правда тревогу снижают. Ну а так, конечно, нужно разбираться тут уже. Ну, сам… Самому можно разобраться, ну, если ты прямо такой уже опытный, саморазбирательный, самокопательный. Вот. Но бывает без психолога, либо другого человека какого-то. Это очень сложно сделать. Давайте дальше. Про работу. Чтобы найти интересную, вдохновляющую работу… Очень сладко. Все просто. Просто определяешься, где и кем хочешь работать, какой заработок. Ищешь компании. Пишешь, конечно же, оригинальное резюме. Не знаю, в чем должна быть оригинальность. И подготовьтесь к собеседованиям заранее. Отсвоите мягкие навыки. Тут пропущено, что как-то неплохо бы поучиться, наверное, вот этой новой профессии. Ага. Где-то. Вот. Ну, еще, вот, про первый поинтер. Тут, вообще-то, иногда могут уйти годы, чтобы определиться, вообще, где я хочу работать, кем я хочу, а что хочу я. А вообще, что для этого нужно. Как правильно заработок подписать? А? Который хочешь. Все равно надо… Да. Сколько мне денег нужно? Ну, типа, вот так тоже. Ну, на… Ну, аппетит приходит во время еди. Это точно. Солидно. Ну, то есть, это не вот так вот. Ну, то есть, ты прочитала книгу, такой, а, понятно. Ну, сейчас я вот пойму. Да. Кем я хочу быть? Строителем. Пошел, ну, хочу зарабатывать пол миллиона. Пошел, то есть, строй себе, зарабатывай, да. То, что на этом тебе еще могут возникнуть. То, что тебе не понравится учиться, ты разочаруешься. Ты как-то вот… Хирург. Я врачом хочу. Без проблем. Вот, да, есть какие-то ограничения. Вот быть врачом, ну, практически это очень сложно. Нужно понимать, ну, что ты, как бы, обрежь взамен, чем ты платишь. Готова ты или на эти… Уси должен делать то, чего ты не хочешь. Ради. Если не хочешь вдруг учиться, не учись. Не учиться. Да. Мужик работал… Хирургом военным работал на корабле по подложным документам. И потом только когда-то узнал, если это через десять… А он там даже шесть операций каких-то провел. Ну, он книжки читал, конечно. Не, ну, есть какие-то гениальные, конечно, люди. Но я бы не хотела к такому хирургу попасть. Вот. И это тоже такой мемчик насчет прошлой работы. Иногда, чтобы куда-то лезть, хорошо бы понимать, зачем. А не просто, типа, ты сможешь, у тебя получится… Ну, как-то понимать… С реальностью периодически с внутренней и с внешней сверяться вообще там… Я хочу это, до сих пор это хочу делать. Или просто уже бегу по накатной, потому что я уже столько пробежала, что мне дальше что-ли тут не добежать. Мне нравится здесь, как бамбук снегом покрыт. Да. В порядке. Вот. Дальше. Про работу он еще пишет, про совет не уходить в футболизм. Ну, я с этим согласна, что часто уходит в работу, чтобы сбежать решение каких-то личных проблем. Вот. И что мне не нравится, то, что он как-то идеализирует работу, условно, на свои мечты. Если ты начинаешь заниматься работой, которая тебе очень нравится, ты вообще от нее не устаешь никогда, и у тебя времени нет на работе, не дома. Мне кажется, что… Это правда. Прости. Ну, какое-то время, возможно, да, но ресурсы организма, они не вечные, ты не можешь там работать по 18 часов. То есть, когда-то уже, ну, сдаст сбой. И это иллюзия, что это будет продолжаться очень долго. То есть, в какой-то момент, ну, тебе что-то будет там не нравиться. Вот. Ладно. Все верно. Вот. А еще мне не понравилась фраза, что хорошая работа с достойным заработком, она обязательно найдется сама, если ты поработаешь над своими психологическими проблемами. Ну, как, вернее, их решишь. Вот. Это тоже такое, из области магического мышления, она сама придет только, когда я стану достоин. Вот. Не очень, правда, о понятиях, ну, а когда вот этот момент, когда все проблемы будут решены. Может, я не все нашел еще. Критерии, да. Как вот это вот, что я готов к этой работе? Лампочка зыгается, красная, нет кабинета. Вот хорошо бы было так, но все сложнее. Красная лампочка, да. Про отношения. Ну, мы обсуждали уже первый пункт – это говорить то, что не нравится в отношениях и то, что нравится. Не бойтесь, что можете расстаться, что снова останетесь в одиночестве. Все-таки, ну, бояться, потерять человека – это вообще, ну, нормальное чувство, то есть показывает какую-то ценность ваших отношений. Если, ну, человек ушел, а ты такой, да, мне вообще пофиг, я не боюсь остаться один, ну, наверное, либо какие-то не очень ценные отношения, либо ты как-то очень сбегаешь близости, то есть так страшно как будто привязаться, что… Девчонки, а что вы говорите? Равно про то, что сохранять отношения из боязника, потерять, делать все, что лишь бы отношения были и не остаться одному, там же тоже такая грань может быть. Ну, да. Я думаю, что это нужно наложить на российскую реальность, когда просто женщины живут в случае терпения домашнего насилия и так далее. Здесь об этом говорится, что вы можете расстаться, вы останетесь одна, ничего страшного, вы унизите на свою маленькую сплату. Я думаю здесь об этом. О том, что никакие причины не могут заставить тебя оставаться человеком, оставаться в одиночестве в таком случае будет лучше для тебя. Мне кажется, вот он об этом здесь пишет. Потому что книга написана русским автором в российской среде. Да, в основном написано для женщин, но и в целом его, в основном, так сказать, покупатели его деятельности это женщины. К этому уже и следующий пункт идет, про детей. То есть, в момент, в связи с того, что я не смогу одна, мне нравится. Мне вот этот поинт понравился. Не пытайтесь сохранить брак исключительно ради детей. Или, если бы он про одиночество написал, не пытайтесь просто сохранить брак для того, чтобы просто не быть один. Но он говорит, не бойтесь, что можете расстаться. Почему мне не бояться? Этот человек ценный для меня. Я боюсь его потерять. И это нормально. Все это все классно. Но я думаю, что вот это больше в ту сторону. Какой третий пункт. Дальше он говорит, что вообще живите без абьюзеров. Просто так. Просто постарайся жить без абьюзеров. А в том, что, ну, вообще-то это сложная работа. Если бы так было просто, и сказали бы женщины, ты просто вообще не западай на этих абьюзеров. Она такая, спасибо. Все, сейчас по-другому жить буду. Кавличка на лбу такая. Абьюзер, не абьюзер. Да, да. О, не абьюзер. Можно, если команда не абьюзеров? Все, сейчас я буду просто выбирать абсолютно других людей. Спасибо, чуваки. Я вообще не знала. Обычно, когда запросы приходят, почему я выбираю именно таких людей. Вот. И он еще считает, что если хорошо в сексе, в паре, то в основном все наладится. Вот с этим я согласна. Во-первых, у каждой пары ценность секса может быть разная. И, ну, может человек вообще не подходить, например, к браку, к семье, но он хорош в сексе. Сказать, что автоматически все сферы остальные налаживаются как-то сами. на работу налаживаются. Молодец. Все сферы. Все сладкие. Все сладкие. Это мягкие навыки. А может, ну что ты помнишь? Ты готова к собеседованию на работу своей мечты. Красная лапочка. Вот. Еще он говорит, что после проработки своих проблем, вы почувствуете внутреннюю гармонию и готовность к встрече со своим идеальным партнером. И вот, мне кажется, некоторые иногда могут увязнуть в том направлении, ну, как любят иногда книжки многие, про отношения читать. И мне кажется, что лучше эти отношения пробовать, чем читать книжку. Потому что в отношениях, именно на практике, ну, как-то можно себя вообще лучше узнать. Что толку читать кучу книг, как строить отношения и так и не начать их строить. Потому что там партнер недостаточно идеальный, я недостаточно идеальный. Вообще там, не знаю, мир недостаточно идеальный. Вообще не все книжки прочитала. Да, все книжки не прочитала. Вот когда все будет, тогда я начну. Ну, можно так вообще и не начать. Вообще это дружба дурацкая политика, наверное, идеальный. Потому что никто не идеальный. и тут мне кажется, насколько каждый готов, а ну да, у тебя посты, идеальные посты, тут как бы насколько, по-моему, люди готовы соглашаться с этой неидеальностью, да, то есть, а не то, что кто-то прям совсем идеальный. Слушай, идеальных даже не совсем любят, любят реальных, мне кажется, ну, таких человек, такой вот, какой он есть, для кого-то, может, это не идеально, а для кого-то это прям сам подходящее. Я, наверное, тут хотела иметь в виду, что не стоит добиваться какой-то идеальности или искать какого-то идеального партнера и так и не начать вообще вступать хоть в какие-то отношения и что-то пробовать, вот. Вот, у него есть про детей, и в основном то, что он пишет про детей, мне нравится. Ну, основная мысль это то, что не загружать ребенка всякими кружками, студиями, и не стоит вообще покупать у ребенка оценки и наказывать его, потому что тогда получается сдвиг мотива на цель, вот. Ну, у ребенка может сформироваться такое ощущение, что он ценит только там за то, что он хорошо учится, или вот что-то он делает, заполняет, деньги ему дают. Вот. Не стоит строить из себя такую жертву, идеальную мать, которая живет ради детей, потому что дети ничего не должны, они не просили жертву, это ради себя. Вот, и потом с этим грузом могут разбираться в дальнейшей жизни. Не возлагать на детей время реализации своих желаний, вот. И еще, ну, такая, наверное, часто встречающаяся ситуация, если вот есть, например, мать, которая воспитывает именно сына одна, она иногда много на него ответственности может перекладывать, например, говорит, ты там, не знаю, защитник семьи, ты опора, ты должен там вот быть прям таким сильным. Но у каждого ребенка должно быть право на детство, и то, что если мать одна, он не должен заменять ей мужа. Ну, как-то так. Вот, это тоже мемчик, и мне кажется, что Михаил пишет примерно на доске, вот на такой, на первой, а в реальности вот на вторая доска. Вот, у меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ